друзья всем всем привет я созрела все-таки пересадить вернее омолодить вот эту орхидейку я вам рассказывала про нее и просила совета и очень многие мне писали ее не трогать но я все-таки решила ее сейчас обновить у нее вот видите я недавно буквально говорила что у нее еще цветонос цвету но сегодня я посмотрела и у нее вот видите два цветочка уже начали увядать и я решила в общем-то заняться эта орхидейка сейчас покажу какой не а горшок горшок вот в таком горшочке она росла смотрите какие у нее видите у нее какие корни и я думаю ее таки оставить в этом горшке вот эти все корни вот у нее вот такой вот стволик я думаю ее бы так вот взять и вот так вот по откусить откусить и оставить пенечек расти в этом горшочке и когда появится новая орхидейка в общем достаточно вырастет тогда я ее пересажу с этого горшка я приготовила такой вот у меня инстикатор есть я приготовила и сейчас я получается ну вот так вот где-то откушу да придется пожертвовать этим цветоносом но я его не срежу вот так где-то наверно срежу не полностью буду срезать и наверное сажать ее не сразу буду я ее поставлю на какое-то время буду пшикать вот эти вот корешки видите у нее какие шикарные корни воздушные смотрите видите как они хорошо растут прямо видно вот смотрите смотрите вот этот правда не раскуклился вот смотрите какие раскукленные корни вот идет новый корешок я ее поставлю такой знаете горшок и буду пшикать эти воздушные корни простой водой вот какое-то время а потом ее наверное с этими корнями посажу горшок потому что я боюсь что эти корни могут пропасть у меня есть такой опыт на одной орхидейки сейчас я вам ее перенесу покажу у нее были такие знаете очень много воздушных корней и эти корни прямо вот так вот вверх росли сейчас минуточку вот это орхидейка у нее были такие знаете вот в общем корни росли прямо вот так вот все вверх росли и я ее пересадила я ее вот эти вот корни видите некоторые вот попыталась посадить грунт но у нее смотрите видите что происходит видите эти корни начали гнить грунте там конечно есть и зеленые корешки есть свежие корни вон я прямо вижу как они туда вот растут у нее вот эти вот листики пошли видите листики маленькие потому что орхидея вроде бы и живая но все-таки наверное она в реанимации видите какое не там новые корни растут но эту орхидея пересаживать не буду пока пока пересаживать не буду пока у нее не вырастут так как у нее есть хоть один даже не один тут несколько вот таких корней я ее пересаживать не буду хотя можно было я тоже вытащить и вот эти вот все корни убрать но я этого делать не буду вот видите второй корень и там внутри у нее еще есть новые корни и вы знаете толку с того нет что я эти корни запрятала внутрь и потому что они все равно видите все равно у нее пошли корни и все равно растут наверх это видимо я так делаю вывод что это видимо вот очень такая особенность у этой орхидеи сейчас у нее пока два вот таких вот маленьких листочка но я надеюсь она отойдет и у нее будут красивые вот такие вот полноценные листы так что эту орхидейку мы оставляем в покое и занимаемся сейчас вот этой итак я достала секатор сейчас этот секатор вот так вот перекись да что такое падает вот эта пимпочка поломалась видимо надо менять бутылочку так невозможно поломалась и невозможно ей хорошо вы так попшикаю увидите опять снесу зараза надо же так ладно это не столь важно так сейчас вот так вот протираю это конечно грубый такой у меня секатора но другого у меня нет ну что приступаем к операции и посмотрим что получится получится секатором не получится в общем так наверно сначала надо ей все таки отрезать цветонос вот так вот не видно вам друзья не видно о смотрите вот такую часть цветоноса я пока оставлю посмотрим если он засохнет значит я его потом уберу полностью если нет значит вот эти две почки которые еще остаются они могут отсюда еще пойти цветы так что вот так вот такую вот красоту сняла смотрите ладно теперь вот так вот аккуратно надо ой хотя бы получилось потому что так надо как-то так это так получится у меня не получится получилось 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 еще есть у нее корень еще один вовнутрь я так старалась чтобы так сейчас надо его попшикать этот корешок может быть мы сможем его достать просто водичкой туда попшика если не достанется то придется мне его подрезать жалко конечно ну что сделать нет друзья не достается он сам оторвался елки зеленые ну уже как есть так есть что теперь сделаешь вот этот я обрежу только об все в общем вот такая вот операция и у нас произошла теперь мне надо вот эту вот часть вот замазать ну по возможности надо как я не знаю берутся ли эти стволики сухие вот уберутся смогу ли я их убрать и замазать вот этот вот пенечек так я сейчас приготовлю то что мне надо чтобы замазать этот это все дело прибрать аккуратненько вот так пока я положу и сейчас приготовлю к вам вернусь так друзья я насыпала блюдце как всегда вот пользуюсь вот этим фундазолом мне очень нравится как он действует есть него толк поэтому я пользуюсь им немножко добавляю водички вот так вот размешиваю делаю такую вот кашицу вот и сейчас замажу вот эту вот часть надеюсь вам видно друзья показываю все как что я делаю с орхидеями знаю может кто-то делает что-то как-то по-другому в общем у меня такой сейчас подход сейчас у нас погода очень хорошая знаете такая не жаркая тут немножко конечно я при резке еще и немножко корень там ей повредила но думаю что вот уберу вот эту вот часть вот этот вот это черное пятно это закуплившийся корешок думаю он сейчас отойдет так и вот эти вот мне надо еще убрать вот эти вот пенечки как бы мне это сделать так аккуратненько один убрала 2 не знаю получится не получится брать видно вам друзья так стараюсь все вот эти вот чешуечки убирать сейчас попробую вот этот еще пенечек так знаете хочется аккуратненько чтобы не повредить корни так здесь вот эти вот чешуйки надо поснимать сухие конечно осталось там остался все-таки пенечек но он уже совсем знаете такой маленький маленький его не видно в общем я все это дело замазываю тут прямо такой толстый толстый слой положу вот так на пенечек тоже хоть он и сухой но все равно положу вот эту часть я замазала все и и вот приготовила вот такое вот кашпо сейчас попробую попшикать вот так вот корешками еще эти корешки туда ну пока вот так оставлю оставлю сейчас попробую я их еще сюда водички добавлю и замажу еще вот этот вот пенечек сейчас и вот эту вот орхидейку горшочки я ее поставлю обратно же на ту же самую полочку где она стояла под свет и буду также сама поливать вот как и поливала до сих пор и будем с вами наблюдать будет с нее что-то появляться не будет ну надеюсь что вырастет орхидейка пока она полностью остается в этом горшке вот может появится детка и в общем дальнейшем я планирую ее конечно убрать с этого горшка поменять грунт но здесь очень хорошая кора в этом горшке и не видно чтоб она разлагалась и там очень много новых корней и они очень хорошо раскуплены видите вот смотрите какой корешок раскуплены поэтому я думаю что здесь тоже может появиться это детка орхидея поэтому вот так вот я замазываю и оставляю оно все это дело подсохнет так вот эту вот можно отрезать полностью сухой конечно есть сухие такие корешки сверху этой орхидеи уже очень-очень много лет поэтому я не удивлюсь что у нее вот такое вот у горшки отвориться вот сухая достать невозможно ладно пускай там те которые можно вот сухие я сейчас по отрезаю вот а то что я не могу достать значит так пускай и остается вот видите вот это вот темная это обожженные наверно я так думаю что это обожженные корни вот даже не могу думаю что это все таки обожженные корни так ну все вот вот в таком вот состоянии я оставляю вот этот пенек для тех кому интересно друзья вы подписывайтесь если вы первый раз попали на мой канал я когда буду делать обзоры буду показывать вам что происходит с этим пенечком и вот так вот я оставляю вот эту орхидейку сейчас я постараюсь вот эти корни вот так вот обшикать их видите с пульверизатора и тоже их туда опустить вовнутрь этого горшочка вот так вот легонечко треснули все равно треснули корни вот как ни старайся все равно они понимаете все равно происходит вот это вот безобразие потрескались ну потрескались что теперь сделать налью немножечко водички вот сюда вот и все-таки постоит какое-то время и потом только я ее посажу если есть какие-то комментарии или пожелания пишите обязательно под видео я буду читать но если мне подойдет то обязательно с вами обсудим может сделаю так как и вы подскажете правильнее ну а пока сейчас вот так вот оставляю обязательно жду друзья вашей обратной связи для тех кто еще не подписался друзья подписывайтесь нажимайте на колокольчик вам будут приходить уведомления о выходе моих видео и мы обязательно будем с вами общаться на комментарии я стараюсь отвечать вот насколько это сейчас возможно потому что сейчас не очень ну как сказать я не много появляюсь в интернете я стараюсь не сильно долго сидеть вот в интернете стараюсь больше проводить время с друзьями и с близкими онлайн но когда есть возможность я все-таки там появляюсь все друзья на этом я заканчиваю свое видео спасибо вам всем и до до следующих встреч тем пока пока